В минувшее воскресенье торгово-развлекательный комплекс Вегас Крокус Сити отметил свой первый день рождения. В честь этого события телеканал РУ-ТВ подарил своим зрителям сразу два шоу в Вегасе. Сергей Лазарев, Эмин, Глюкоза, Анита Цой, Анна Седокова, Джиган, Александр Рева, Виктория Дайнека, Текила, Арсениум и многие другие артисты приняли участие в грандиозном музыкальном марафоне телеканала РУ-ТВ. Подвести итоги первого года тесного сотрудничества мы попросили Эмина, для которого и Вегас, и РУ-ТВ уже давно стали родными. Любой торговый центр, как бы в начале есть период запуска, и вот мы через него перешагнули, вот прошел год, и почти все 98% магазинов уже работают успешно, что самое важное. Вам не повезло, кризис грянул как раз не вовремя? Ну, любой кризис это такая временная штука, на них нельзя ориентироваться, надо продолжать делать то, что делаешь и надеяться на лучшие времена. А есть какие-то планы по расширению, может быть, каких-то? Конечно, строится Третий Вегас прямо сейчас. Первое шоу началось по традиции в стенах торгового комплекса, а после многочисленная толпа переместилась на улицу, где на большой сцене впервые состоялся большой опен-эр. Сергей Лазарев, не раз выступавший в этом году на нашем шоу в Вегасе, посоветовал как можно чаще проводить его на свежем воздухе. Ну, вообще, я хочу сказать, что вот эта тема со сцены опен-эра такого, она прикольная, конечно. Больше народу помещается, ну и, мне кажется, еще эффектнее, еще круче. Но только не зимой. Нам, русским, мороз не страшен. Иначе мне придется здесь стоять в шубе брать интервью. А мы тоже будем там в пальто, в дубленках петь нормально. Открытое пространство не только хорошо влияет на цвет лица и настроение артистов, но и доставляет удовольствие зрителям. Ведь здесь внезапный порыв ветра легко может обнажить самые интересные части тела любимых артистов. Первый вопрос, который всех интересует, они как-то держатся приклеено платье. Хочешь потрогать? Да, можно. Очень тяжеленькое оно здесь. Приклеено все-таки. Ну, практически гвоздиками прибито. Кстати, были мощные ветроды, я все время переживала, конечно, что что-то куда-то уедет. Но кто не рискует, тот не поет на РУ-ТВ. Как ни пыталась глюкоза удержать игривое платье на месте, фотографам все равно удалось запечатлеть грудь певицы. Но стесняться этой артистке явно нечего.